В минувшем 2016 году ремонтные работы, внеочередные и плановые, общей стоимостью более 400 тысяч евро, проводились практически во всех учебных учреждениях Даугапилса. Выполнялись они за счет кредитных и бюджетных средств. Среди наиболее значимых реализованных проектов – ремонт спортзала и раздевалок 17-й средней школы. На очереди строительство актового зала, которого в школе нет вообще. Важным событием стал переезд шестого детского дошкольного учреждения, что на гриве, в отремонтированные, светлые, просторные, удобные помещения шестой средней школы имени Яниса Райниса. Переведенные в школу работники шестого детсада высоко оценивают преимущества. У нас имеется спортзал, которого у нас никогда не было, где детки могут заниматься музыкой и спортом. Далее у нас появились отдельные кабинеты административные, то есть для замдиректора, для медсестры, чего у нас тоже не было. За полгода в группах произошли некоторые изменения. По просьбе родителей шкафчики перенесли с сокольного этажа на первый, здесь теплее. В туалете поставили перегородки. На школьной игровой площадке планируется установить веранду. При софинансировании Даугуповской думы больше половины дошкольных учреждений участвовало в европейских проектах повышения энергоэффективности зданий. Утеплять здание 26-го детсада строители начали в конце прошлого года и продолжат в наступившем. Работы стоимостью 1 млн 287 тыс. евро выполняются на основании трехстороннего договора между ВАРом, инвестиционным фондом среды и самоуправлением Даугуповсом. После реализации проекта полной реновации здание станет первым в Латвии с низким потреблением энергии, иными словами, пассивным зданием. В августе этого года должен завершиться капитальный ремонт пищеблока, сооружение пристройки к столовой третьей средней школы, а также благоустройство прилегающей территории. Выступающая часть с металлической крышей будет представлять собой утепленную и остекленную веранду. В прошлом году специалистам самоуправления удалось осуществить основную задачу – подготовить проекты на очередной период планирования по 2020 год. Главное, конечно, это то, что закончили составление проектов для школ, для модернизации учебного процесса, энергоэкономическая среда образована будет в школе, и, конечно, эти шесть объектов в общий объем более 5 миллионов евро. И проекты готовы, и мы надеемся, что программа уже в этом году начнет действовать. В рамках проекта ЕРАФ ведутся работы по восстановлению корпуса спортивного зала Даугубинско-государственной польской гимназии имени Юзова-Пилсудского. После реновации помещения будут использоваться в учебном процессе. От проведения уроков спорта до реализации аккредитованной программы для детей с нарушением осанки. Занятие будет вести сертифицированный специалист. Приехала девочка из Польши, которая в Польше получила образование, но вышла замуж за нашего парня. Ну вот у нас вот такие вот кадры, такие ценные-ценные, знающие, как ни странно, уже говорит по-латышски. Здесь же смогут заниматься участники фольклорного ансамбля «Кукулэчка» и тренироваться юные воспитанники футбольного центра Даугубинс. Рядом с комплексом будет построена спортивная площадка. Сдача объекта запланирована на начало нового учебного года. Основные работы по реализации крупных проектов утепления и модернизации учебных заведений еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok